Привет! В этом видео рассмотрим 8 глупых ошибок с налогами при продаже недвижимости. Последнее, самое интересное. Итак, ошибка номер один. Путают агента с юристом. Часто клиент предполагает, что агент, как эксперт по недвижимости, должен еще и по налогам консультировать. Но это заблуждение. Для решения юридических вопросов существует налоговый консультант. Агент, даже если он каждый день читает налоговый кодекс и следит за новостями, не всегда в курсе последних изменений в налоговых вопросах. А в нашем государстве они меняются довольно часто. Лучше перед сделкой проконсультироваться с юристом, заплатив 2-3 тысячи рублей, нежели позже влететь с недвижимостью на куда более крупную сумму. Ошибка номер два. Занижают стоимость объекта. Это одно из самых типовых и распространенных заблуждений на рынке недвижимости. Занижение стоимости объекта с целью уклонения от уплаты налогов. Раньше, лет 5-10 назад, люди, продавая квартиру, допустим, на Тверской, прописывали в договоре стоимость в 1 миллион рублей, зная, что при такой стоимости платить налог на продажу недвижимости не нужно. Налоговая могла заинтересоваться ценой, попытаться доказать, что это цена вне рынка, но продавцы всегда могли сказать, что они, как собственники, правомощны указать любую цену. Сейчас в таких манипуляциях никакого смысла нет, потому что в законе четко указано, какую бы сумму продавец ни указал в договоре, налоговая инспекция будет считать налог не по договору, а по кадастровой стоимости объекта, умноженный на коэффициент, равный 0,7%. А вот если в договоре сумма указана больше, чем кадастровая, то налоговая будет вычитать налоговую базу по договору. Такие правила зафиксированы в налоговом кодексе и действуют уже более двух лет. Исключение составляют случаи, при которых продавец владел недвижимостью не менее 5 лет. В этом случае беспокоиться не о чем. Налог платить не нужно, что также закреплено в налоговом кодексе. Ошибка номер 3. Подают нулевую декларацию при отсутствии налога с продажей недвижимости. Если продает владел недвижимостью больше 5 лет, ему не нужно подавать налоговую декларацию. Это правило неоспоримо. Я напомню, что вы всегда можете обратиться ко мне как юристу по недвижимости. Я отвечу на любые вопросы. Идем дальше. Ошибка номер 4. Считаю, что не нужно платить налог при переуступке прав по ДДУ. Если вы уступаете долю, но права собственности на недвижимость еще нет, заплатить налог все равно обязаны. Но зато можно вычесть стоимость покупки доли. Например, если вы купили долю за 100 рублей, а продали за 105, вы платите налог в 13% с разницей между стоимостью жилья по ДДУ и по переуступке. То есть вам нужно будет вычесть 100 из 105 и заплатить налог только с 5 рублей. Ошибка номер 5. Путают пятилетний срок владения недвижимостью с трехлетним. Как говорилось выше, при владении недвижимостью более 5 лет продавец освобождается от уплаты налога с продажи. Но существуют исключения, при которых уплата налога обязательно при владении недвижимостью более трех лет. Трехлетний срок действует в нескольких случаях. Случай 1. Если вы получили недвижимость по дарению или по наследству от ближайших родственников. К ближайшим родственникам относятся жена, муж, братья, сестры, бабушки и дедушки. Следующее. Если вы получили квартиру, приватизировав ее. Следующее. Если квартира досталась вам по договору рент с пожизненным содержанием. И еще. Если вы владеете единственной недвижимостью, которую и продаете, и что важно, недвижимости нет у вашей супруги, супруга. То есть нет общего совместного имущества. Ошибка номер 6. Пытаются скрыть от налоговой инспекции факт продажи недвижимости. Потенциальные продавцы часто спрашивают, как налоговая узнает, что я продал квартиру. Просто. Все сделки покупали продажи, регистрируются в Росреестре. А если они регистрируются в Росреестре, то информация автоматически поступает в налоговую инспекцию. Она отслеживает сделки и смотрит на срок владения. Если раньше налоговая инспекция приглашала вас подать декларацию, то и сейчас она может автоматически начислять вам налог. И никакая декларация уже не нужна. Естественно, кроме налога, вам начисляют штрафы за то, что вы сделали это сами. Так что скрыть сделку просто невозможно. Ошибка номер 7. При владении недвижимостью менее 3 или 5 лет не используют вычет доходы минус расходы при уплате налога на продажу. Если срок владения жильем меньше 5-летнего или 3-летнего срока, вы в любом случае платите налог. Другой вопрос какой? Самый распространенный сейчас ход – это вычесть расходы из доходов. Например, вы купили квартиру за 14 миллионов рублей, а продали за 15 миллионов рублей. Тогда вы имеете право заплатить налог в виде 13% только с 1 миллиона рублей. И главное – сохранить подтверждающие документы. Договор купли-продажи, акт прием-передаче, расписку или платежку. Если же вы в свое время купили квартиру за 14 миллионов рублей и продали за столько же, налоговая база составляет 0 рублей. А если вы купили квартиру дороже, чем продали сейчас, то налог также исключается. Главное запомнить, что это не происходит автоматически. В любом случае надо обязательно подать налоговую декларацию. И, наконец, ошибка номер 8. Неправильно понимают принцип налогового вычета дохода минус расхода. Предположим, вы продали недвижимость, которую владели по приватизации, и купили другую недвижимость. Многие считают, что здесь также можно воспользоваться системой дохода минус расхода. Но это не так. Покупка новой недвижимости не может считаться расходом. Две эти сделки рассматриваются отдельно. Ставьте лайк, если видео понравилось. Если вам есть что добавить, пишите в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok